Под различные программы в региональной казне зарезервировано 238 миллиардов рублей. И на сегодняшний день в работе 64% от этой суммы. Такие темпы не устраивают губернатора Кубани. Бумажная волокита – это неумение работать с большими суммами или просто халатность – разбирали сегодня на краевой планерке. Больше всего Вениамина Кондратьева интересует вопрос, как можно было не освоить деньги, которые направлены на возведение социально значимых объектов. Так пришлось снять ассигнование на строительство полигона ТБО, очистных сооружений в Павловском районе и Акушерско-гинекологического корпуса в Кореновске под угрозой появления малобюджетных спортивных залах-прешколов в Белоглининском и Обширонском районах. Стыдно жить в сегодняшнем времени, коллеги. Если у школы нет спортивного зала, вы что, деньги предусмотрели на строительство для всех школ, у которых нет спортивных залов? И деньги не освоены, и спортивных залов, так не то что у школ, у этих ребятишек, которые в этих школах учатся, так и не будет. Коллеги, ну вам не стыдно самим? Вот вам не стыдно? Когда вы приступите к строительству двух спортивных залов в тех школах, где их нет и никогда не было? В 19-м году. Конкретно число? Начальство, ну как погода поступает, как? Максим Иванович, ставьте 1 марта, вот 1 марта, не февраль, потому что деньги январь-февраль будут доходить. 1 марта ставьте начало строительства спортивных залов. Все. Коллеги, вот 1 марта. Все. И только попробуйте не сделать. В сроках Вениамин Кондратьев конкретен. На дворе октябрь месяц, а деньги, которые выделены специально для муниципалитетов, освоены меньше, чем наполовину. Чаще всего виновниками сорванных работ становятся недобросовестные подрядчики. Губернатор акцентирует, из-за непрофессионализма ответственных лиц не должны страдать жители региона, которые не получат вовремя детские сады, больницы и спортзалы. Иначе должны последовать кадровые решения. У меня вопрос и к руководителям краевым, ну и, конечно, к муниципальным. В начале года вы все заявки подали вовремя, средства вам зарезервировали, они весь год в бюджете пролежали. Коллеги, десятки миллиардов. Десятки миллиардов просто так находились на счетах бюджета. И никуда не выделялись, в том числе и на строительную отрасль, на долгожданные школы, детские сады, спортивные объекты. Вы или приоритеты не умеете расставлять, или изначально заявляете то, что вам не под силу, или как управленцам достаточно слабым, либо вашим командам тоже слабым. Тогда вывод напрашивается сам. Или команды меняете, коллеги. Либо сами для себя дайте честный ответ. Почему? Вопрос приоритетов стоит особенно остро. Пока зарезервированные деньги лежат на краевых счетах, никто не может ими воспользоваться, даже если средства нужны на другие важные проекты. Таким образом придерживать финансирование – недопустимая роскошь для края. Поэтому Вениамин Кондратьев поручает закрепить ответственных за освоением выделенных денег как на местах, так и на уровне края. Люди, жители, нас судят по нашим конкретным делам. А наши конкретные дела в наших конкретных результатах. Конечно, в основе любых действий и любого результата лежат средства. И знаете, мне втройне обидно, когда деньги есть, а результата нет. Вот тут у коллеги никак не пойму никого и никогда. Если средства бюджетные возвращаются или перераспределяются, то в этом случае перераспределяется тот, кто отвечал за их освоение в том или ином муниципальном образовании. Это касается и края. Тех краевых и министерств, и ведомств, и тех должностных лиц, которые отвечают за краевую реализацию тех или иных программ. На краевом уровне. Все. По-другому, коллеги, быть не может. Руководители муниципалитетов не должны игнорировать финансовый календарь. Переносы денежных средств на следующий год неминуемо повлекут за собой задержки сроков строительства больниц и спортплощадок. И за это чиновники будут держать ответ перед жителями своих районов. Финальный экзамен их ожидает в конце года. В декабре Винни Амин Кондратьев планирует провести еще одно совещание. Инна Чайко, Денис Перец и Алексей Комаров. Кубань, 24. Краснодар.